Чемодан кончились «Вы не ожидаете?» – уныл тянул у прилавка дед. «Что?» – в первый раз мигнув, спросила продавщица. «Чемодан-то!» «Не мешайте работать, молодой человек!» «Гражданка! Гражданка, перчатки натягивать на руку нельзя! Нельзя перчатки натягивать, понимаете?» «А как же мерить?» «Глазами!» Солдаты столпились у выхода из пирожковского сельмага, ждали деда. «Так я всё насчёт чемодана!» – не отступал дед. Продавщица не удостоила его ответа. «Спасибо!» – сказал дед и направился к выходу. «За что спасибо?» – моргнув во второй раз, спросила продавщица. «За сумку!» – проговорил дед. Продавщица, видимо, стала жалко этого солдатика. Дружки вон с фибровыми чемоданами, а этот с хозяйственной сумкой. «Э, погоди! К Розниной зайди! Она вчера два чемодана купила. Может, один и уступит». «Где она живёт?» – спросил дед, не оборачиваясь. «Супротив пожарки!» Пожарка оказалась совсем недалеко. «Простите, пожалуйста, здесь живёт Рознина?» – спросил дед, войдя в чисто прибранную избу. «Да, Мишка, так себе! Неказистый пятистенок. Углы в землю пошли, крыша будто кепка набок съехала, а вот в избе просторно и порядочек». «Скажи, и цветы политы!» – хозяйским глазом отметил дед. «Хозяева сидели в горнице, шумлибо, разговаривали и не заметили гостя. «Скажите, пожалуйста, здесь живёт товарищ Рознина?» – громче спросил дед. Из горницы вышла Клава. «Я, Рознина. Добрый день! Ой, Саша, чего ж ты на пороге остановился? Проходи в передний угол». «Я насчёт чемодана, сказал дед. Какого чемодана? Того второго, что куплен в магазине. Может, уступишь?» Клава махнул рукой. «А потом с чемоданом. Пойдём». И потянул деда в горницу. «У нас тут маленькая семейная драма. Решаем, выдавать или не выдавать меня замуж». Дед опешил. «Вот это да. Вот это попал на торжество. За кого же?» – тихо спросил дед, стараясь скрыть волнение и говорить равнодушным тоном. «За Куликова». Дед резко остановился. «А почему же драма?» «Так ведь мнения разделились. Одни за, другие против. Не драма, так комедия. Сейчас как раз дело к финалу». «Играйте свои спектакли без меня», – сказал дед, и хотел было выйти из избы. «Ой-ой-ой!» И губу на локоть. Клава открыла дверь в горницу и громко сказала. «Это Саша. Саша Дедов. Ефрейтор». Отступать было поздно. Дед шагнул свет за Клавой в горницу. Разговор за столом сразу смолк. На деда с нескрываемым любопытством и интересом смотрела старшая сестра Клавы, Феня. Сверкали глазёнки её дочурок. Средняя, видимо, ещё раньше прыснула в кулачок, да сейчас так и не могла привести свои губы в серьёзное положение. В такое изумление привёл её приход в дом солдата. «Это Саша», – повторил Клава. «Мам, я тебе рассказывала. Мы с ним вместе сено косили». Все молчали, будто не верили. А потом дед подтвердил. «Точно, трава старшине понравилась. Классная трава. Один листовник». «Проходите в передний угол, гостеньками будете». Ровно произнесла мать. Но и по этим словам можно было заметить напряжение в её голосе. Малышки защебетали, уплотнились на длинной лавке, освободили местечко для солдата и снова замолкли, рассматривая в упор красивую, ладно сидящую форму на нём, начищенные до блеска значки. Дед сел. За столом наступила неловкая тишина. Клава на покосе сказал деду, что её отец вздымщик. Он весь словно был свит из крепких корневищ. На изрытом оспе лице слабо тлели глаза, полуприкрытые густыми, наполовину посидевшими бровями. Несколько секунд отец рассматривал ороговевшую на пальцах кожу, больше похожую на сосновую кору, потом густо прогудел. Вот тебе, Клавдея, и весь наш родительский сказ. Дравится человек, и ежели есть между вами уважение, сходитесь, перечить не станем. Нету, погуляй в девках. Не остарел ещё. Сбегу да с разбегу семью не заводят. Отец приложился к гранёной с голубоватым отливом стопки. Выпили и Феня, и Клава. Чуть пригубила мать. Дед не притронулся к вину. Эй, солдатик, вино прокиснет, насмешливо сказал Феня. Не положено у нас, ответил дед. Для разговора, наставил Феня, для веселья. Не положено. А разговор меж тем за столом пошёл легко. Вот, ранее бывало, начал отец, и забыл мысль. О чём я хотел сказать, Клавдея, напомни. Вот, ранее бывало, напомнил Клава. Ага, вот, ранее бывало. Вертайся со свиданки домой. Душа на кончике носа сидит. Спрыгнуть и в кусты сигануть готова. Почему? Потому как родитель, глава семейства, у ворот с временным вожаем встречает. Такой берёзовый каши задаст. Если опоздаешь на минутку. Пап, то у вас же часов во всей деревне раньше не было. Вступила в разговор Феня. Родитель мой, глава семейства, и без часов времечко знал. Глянь на солнышко, на луну, и в точности выложит. Фу, спутал мысль. На чём я остановился, Клавдей, напомни. Такой берёзовой каши задаст. Ага. Небо с полушку. Ведь раньше как? Прошёл с девкой по деревне под ручку. Помолвлен. Поцеловал на игрище принародно. Женись. И отец обвёл всех победным взглядом. Вот, мол, как раньше было. А в Америке? Опять встряла Феня. Чё в Америке? В Америке раньше закон был в одном штате. Ну, штат по-нашему, область. Так прожил ты в этом самом штате три года. Женись. И никаких гвоздей. Иначе смертная казнь. Иди ты, Фенька. Не поверил отец. Точно. Хватит вам балабонить, напомнила мать. Андрей, подчуй гостя. Вишь, не ест, не пьёт. Старым жиром живёт, добавил Феня. К слову о женихах-то. Мой совет тебе, Клавка. Женихи, но они, на дороге не валяются. Держись за Куликова. Правильно, отец, я говорю? Держаться надо за землю, сказал отец. Оно вернее. А я в глаза и за глаза скажу. Куликов мне нравится. Справный он парень. Но юристы учатся. Полтерей Запорожца выиграл. Старый или новый в первый раз подал голос дед. Ча-ча? Не поняла Феня. Старый или новый, Марки. Буху узнают. Колёса вот так вот. Вот. Косолапые. А какая разница? Ответить дед не успел. В дверь тактично постучали. Не закрыто, сказал отец. Вошёл Куликов. Лёх, на помине. Обрадовался Феня. Помогай, Бог. Поприветствовал Куликов, снимая фетровую шляпу. Спасибо, ответил у Феня. Только, Лёш, помогай, Бог. Говорят, когда люди работают. Потому что знают, всё равно Бог не поможет. Прошу прощения, проговорил Куликов. Спрынья в тесто. А это когда стряпают. Улыбаясь, разъяснила Феня значение старинных деревенских приветствий. Хлеб да соль. Наконец нашёл нужные слова Куликов. Точно. Садись к столу, Алексей, пригласил отец. Как жизнь идёт помаленьку. Забывать деревнь стал. Редко наезжаешь. Дела, сказал Куликов. Только по воскресеньям декан отпускает. А так сплошные рефераты, семинары, коллоквиумы. Не жизнь, а крещенда. Незнакомые слова произвели должные впечатления. Даже Фенин и дочурки, те смотрели на Куликова с молчаливым почтением. Как-то легко и свободно вёл себя за столом Куликов. Или он гостил здесь уже не в первый раз, или просто у него характер был такой. И дед словно оттаял. Исчезла эта проклятая, скованность, делавшая его похожим на каменный намогильник. Попробовал салат, солёные грузди, отведал рыбного пирога и наваристых щей. И сразу за столом наступил нормальный шум-шумок. Тепло и радостно стало на душе деда. И снова вспомнились мучьи слова. Земля эта вечная, люди эти вечные. Не-а, не вечные эти люди. Умрут Андрей Демьянович и Марфа Антонна. Останется Клава потом и она. Останутся её дети. А земля по-прежнему останется вот такой. Рожающий хлеб, живое всех живых. Земля здесь действительно вечная. И только она сохранит память. Только она запомнит всех своих сыновей и дочерей. Дед настолько углубился в свои мысли, что не сразу услышал голос Куликова. И только когда тот тронул его за руку, очнулся. Я говорю, сегодня в сельмагии ваш братва чемоданы на дембель покупала. Мне не досталось, ответил дед. Скажи, пожалуйста, удивился Куликов. Что, вот прям перед тобой и кончились? Прямо передо мной и кончились. Ну, это вообще форменное безобразие, сказал Куликов. Не могут обеспечить советского солдата чемоданом. Клава, кажись, два вчера купила. Подмигнув Куликову, мол, поняла тебя, выручаю, сообщил Феня. Один можно уступить, коль такой случай. Ну, вот еще, стану я уступать, сказала Клава. Не купил, и хорошо. Куликов почувствовал неладное в ее словах и насторожился. Чего ж хорошего. Все с чемоданами, а он, простите, с авоськой. Нет, Клава, сам погибай, а товарища вручай. Не уступлю, твердила Клава. Не по-государственному подходишь к данному вопросу, Клавдия. Строго, как будто он уже был ее мужем, заметил Куликов. Не уступлю. Хочешь, я тебе свой подарю. Эдак рубликов за сорок. Кожаный, предложил Куликов. Спасибо, ответил дед. Спасибо, да, или спасибо, нет? Спасибо, нет. Дороговато? Так дарм отдам, а? Нет. На нет и суда нет, сказал Куликов. Уезжать будешь, пожалеешь. А я и не собираюсь уезжать, сказал дед. Рука с вилкой застыл на полпути. Куликов ошеломил такой ответ. Это как же понимать, дорогой товарищ Ефрейтор? А как сказано, на сверхсрочную остаюсь. Извините, причина? Обстановка международная обострилась. Какое тебе дело до обстановки? Отслужил свое и к тещи на блины. Значит, есть дело, твердо сказал дед. А что касается тещи и блинов, то здесь ближе. Спесь с Куликову сразу слетела. Он закурил. Колечки дыма выходили ломанными. Ну и нахал же ты, Ефрейтор, наконец, тихо сказал Куликов. Я просто уверенный, поправил дед. В чем? В жизни, в себе. А у меня была маленькая надежда, что я тебя обгоню на вороных. Не уверен? Не обгоняй, сказал дед. Куликов поднялся. Был он явно обескуражен неожиданным оборотом дела. Но вида старался не подавать. Как-никак он, Куликов, пришел в дом с деловым предложением, просить руки Клавы. От этого солдата еще неизвестно, чего дождешься. Родители любят определенность. У полисадника остановилась машина. В кузове сидели доярки. Пора на фирму, вставая из-за стола, сказала Клава. Доярки, увидев знакомого солдата, дружно закричали. Военный, к нам! Может, и правда с нами поедешь, спросил Клава. У тебя увольнительные на сколько? На сутки. Ну, так сам Бог велел. А что я там буду делать? Тебе обязательно нужна работа? А то как? Доить умеешь? Не знаю. Не пробовал. Зорька. Так звали корову, которой определила солдат Клава. Дала подойник, теплой воды, чтоб подмыл вымя, а полотенцем насухо протер. Показала, как нужно проводить массаж. Облачился дед в белый халат, смело так подсел к зорьке, за тугие соски взялся и почувствовал, что они твердые, твердые. Сколько не кряхтел, не пыжился, не шло молоко. Подумал, подшутила Клава, недойную корову для смеха подсунула. Он и доярки косятся, в кулаки прыскают. Хотел было попросить заменить животное, повернулся к Клаве, как почувствовал сильный удар. Метра на два отлетел от коровы, а подойник и того дальше. Встал дед, натряхнулся. Неизвестно, что бы стало с коровой и с ефрейтором, не останови его по пути Клава. Ну, ладно. Сладкого не досыта, горького не до слез. Ты у нее заправ мухом почеши, сказала Клава. И скажи, здравствуй, зарюня. Дед сначала не поверил. Издевается. Он и подружки ее от смеха вопросительными знаками гнутся. Но потом поразмыслил, тихо так подошел к корове, проговорил. Здравия желаю. И почесал за правым ухом. Зорька, правда, и глазом не повела на приветствие, но сейчас стояла, как вкопанная. Вот тебе и пожалуйста, думал дед. Какой-то идиот назвал корову глупым животным. Надоил он чуть побольше стакана. Пальцы онемели. Отдал подойник Клаве, сказав, на полигоне легче. Вечером они ушли в поля. Поля начинались сразу же, забором, в котором стояла третья ферма. В уборочную страду, когда ветер дул с полей, лес терял свои обычные лесные запахи и приобретал единственный, хлебный. Так его пропитывали преснотой поспевающей пшеницы, обступившей с четырех сторон массивой. Уборочная была в разгаре. Степь играла с полохами. Удивительно спокойно светили комбайны, нервно, торопливо рыскали пополю по замерзшим колкам фары автомашин. Деду показалось, что эта хлебная степь сродни чем-то той, полигонной, ракетной. И над мостиками комбайнов, как над пусковыми площадками, огоньки комбайнера придумали, чтобы шоферам легче было отыскать свой агрегат. Разве только небо не разрывали стрелы ракет. А так все было немного похоже. И дед подумал, что ведь в сущности они родны, эти две степи. Хлебная и ракетная. Даже не родственники. Слово тут трудно подобрать. Холодные это слово, родственники. Родичи, вот. Пожалуй, так подумал дед. Родичи. А ведь мы с тобой родичи, сказал дед, шагавший впереди Клаве. Клава остановилась, удивленно посмотрела на него, даже как показалось деду, чуть-чуть улыбнулась уголками губ и не ответила. Она поняла. Она все поняла. Вышла из забора какая-то необычная, с налетом киновари луна. И все вокруг посветлело. Островки колков, строчки волков, даже мрачноватые громады комбайнов. Луна шагала меж облаков неторопливо, осторожно, стараясь не заледенить их своим мертвенным светом. В эту ночь даже луне не хотелось быть холодной над этой теплой, пахнущей соляркой, бензиновой гарью и спелым колосом степью. «Ты меня любишь?» Спрашиваешь тоже. «Нет, ты еще раз скажи». Клаве не верилось, что минуту назад он сказал ей всего одно слово. Удивительное слово, не похожее на все остальные. Было оно тихим и незвучным, и если бы рядом с ним стояли еще какие-то, то это слово среди них могло бы затеряться, раствориться. А еще раз этот задумчивый ефрейтор не повторит его ни за что на свете, потому что такие люди, такие слова говорят один раз. Один раз и навсегда. Но это слово было одним, и Клава слышала его, хотя сначала и не поверила, что прозвучало именно оно. Так она ждала его раньше и так не была подготовлена к нему сейчас. Минуту она молчала, он понял это молчание по-своему, растерялся, что-то торопливо заговорил про некупленный чемодан, про старшину, который собирается уходить в отставку, про какую-то беседу с командиром. Она слушала и тихонько улыбалась. Просто так. Потом она его остановила. Ты меня любишь? Спрашиваешь тоже. Нет, ты еще раз скажи. А он не сказал и не скажет больше. И не надо. Они сидели на мостике комбайна, безмолвного, прикорнувшего на несколько коротких росяных часов. Степь спала тихо, спокойно. Временами легкий предутренний ветер шевелил полосу, не скошенный на свал новой загонки. И тогда казалось, что степь дышит. Тоже тихо и спокойно. По-моему, любовь – это все. Это земля, ты, я, вот это поле, вот этот хлеб, твои ракеты, наши ракеты, мягко поправил дед. Наши ракеты, согласилась Клава. «Скажи, а сколько стоит одна? Дорого, а? Дорого, а точнее?» «Надо», чуть слышно, но твердо сказал дед, «надо, иначе мы бы с тобой сейчас не сидели тут». Пролетели куропатки, ухнул около бригадного стойбища Филин, и снова над хлебными полями опустилась тишина. Добрая, доверчивая. Было в ней что-то от доверчивости ребенка, засыпающего с мыслью, что в доме рядом с ним есть мать, есть отец, которые не дадут его в обиду, в любой момент придут на помощь. «Тишина у нас разная», подумал дед. «На нашей позиции тишина другая, другая тишина у нас. Кузьма Кузьмич Плоских говорит, что за последнее тысячелетие мир жил без войн всего несколько лет», продолжала Клава. «Это правда?» «Да». «Скажи, а война еще будет?» «Я не пророк, я солдат». Легким паром задышали копны соломой, расставленной в ряд. Сухо прострочила сорока-белобока и после ее очереди торопливо вскинулись и пошли к темному осиннику, отяжелевшей от пищи куропатке. Начал пятиться туман, он уходил неспешно, подставляя солнцу свои ослепительно-белые бока, словно хотел хоть немножко загореть. «Ночь прошла», «Тихо сказал Клава, так быстро». И вновь, как тогда в покосной летней дождь, дед увидел, как она красива. Нет, все осталось по-прежнему, и лицо, и руки, и ноги, и голос, и все вместе с тем стало чуточку другим. Отчего это происходило, дед так и не мог понять. Субтитры создавал DimaTorzok